Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. В наших гостях сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Андрей Юрьевич Остроухов. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Юрьевич – заместитель председателя комиссии, которая занимается целым рядом важных вопросов, такими как миграционная политика, межнациональные, межконфессиональные отношения, общественный контроль, открытость власти и противодействие коррупции. Кроме того, сегодня у нас Василий Васильевич Лозан в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Василий Васильевич является председателем комиссии по промышленности, инновациям, экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям. Ну что же, благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Действительно, город Одинцово, он достаточно сильно изменился за последние годы. И как любой город, Одинцово – это фактически живой организм. Он меняется, виды изменяются и зачастую отталкиваются все наши изменения, как инфраструктурные, так и социальные, от людей, которые этот город населяют. Если можно, давайте вот на сегодняшний день как-то вот обозначим нашу социальную, так сказать, структуру города Одинцово. Меняется ли количество населения, меняется ли его какой-то качественный состав, стареет, молодеет. Словом, то, что вот по вашему мнению действительно важно. Ну, я думаю, все видят, как на наших глазах город Одинцово растет. Как ввысь, так и вширь. И сам по себе он является очень привлекательным населенным пунктом. Как для жителей Московской области, так и для других регионов Российской Федерации, да и ближнего зарубежья тоже. Поэтому население Одинцовского района и города Одинцово, оно неуклонно растет. Растет, соответственно, и социальная нагрузка, которую несет бюджет города, бюджет Одинцовского района. Мы видим, как растут целые кварталы. И, конечно, это серьезный вызов для нашего сообщества. Мы видим и ощущаем на себе негативные влияния такого роста. Мы видим, как меняются наши привычные уклады жизни. Меняются наши привычки. Мы видим, как наш город из некогда такого комфортного и зеленого пригорода Москвы превратился. Ну, можно уже назвать нас таким подмосковным мегаполисом. Это очень интересная точка зрения. Мы сейчас обязательно ее поподробнее рассмотрим. А сперва предлагаю принять звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Хотелось бы не вопрос задать, а хотелось бы поблагодарить Одинцовское телевидение за хорошую, интересную программу. И, в частности, я знаю, что у вас, Святославов, был день рождения в минувшие выходные. Мы хотим вас поздравить. Смотрим вас всей семьей. Спасибо большое за интересную подачу материала, за ваше ведение. Очень всегда вы выглядите хорошо, ведете отличную программу. Так что спасибо вам большое. Хотелось бы побольше ваших сюжетов видеть в новостях. В общем, удачи вам и процветания, и телевидению большой привет. Спасибо вам огромное. Честно скажу, за уже практически два года существования проекта первый раз звонят и действительно благодарят. Тем более так развернуто. Повторяю, спасибо за ваш звонок. Но я надеюсь, что все-таки главным мерилом, так сказать, нашей работы, нашего здесь нахождения в прямом эфире является, конечно же, то, что действительно мы, надеюсь, помогаем людям, помогаем состыковать их с общественниками нашего района, чтобы, в общем, наше уже новое молодое поколение Российской Федерации все-таки чувствовало и понимало, что они граждане одной большой действительно страны, в которой многое происходит. И многое происходит в том числе с их силами. С их силами, силами их соседей, силами тех, кто общественной активистской работой занимается. Словом, спасибо большое за звонок. Но напомню, наш телефон 508-86-84. Если у вас есть какие-либо пожелания, вопросы, предложения, звоните, задавайте их в прямом эфире представителям общественной палаты Одинцовского муниципального района. Ну что же, давайте вернемся к нашему разговору. Хотелось бы нам тоже присоединиться к поздравлениям коллег, да, и пожелать развития, роста. Всего наилучшего. Да. Будем стараться. Ну, человеку расти достаточно сложно. Думаю, городу тоже непросто. Вы сказали, что город действительно тянется ввысь, появляется все больше достаточно высокоэтажных застроек. А все-таки с чем это связано? У нас действительно такой демографический бум случился? Или это то, что вы сказали в самом начале? Район стал привлекательным, и сюда приезжают люди из других регионов и районов страны. Ну, давайте говорить на чистоту, да, Одинцово, Одинцовский район, он был всегда очень престижным. Да, это стародачные места, это очень хорошая экология. Мы все помним проект Экополиса, да, программу развития Одинцовского района. И на этом делался всегда акцент, да, никогда здесь не создавались какие-то промышленные предприятия, загрязняющие атмосферу, землю. И в этом плане, конечно, он очень привлекателен для жизни. Опять же, его выбирают сильные мира сего, да. У нас северная часть Одинцовского района очень заселена богатыми и влиятельными людьми. И, конечно, это тоже создает определенный имидж Одинцовскому району. И все хотят быть соседями президента в том числе, да. Поэтому я считаю, что во многом это благодаря этому имиджу, да. Опять же, почему вот высотные дома? Ну, просто потому, что дешевле квартиры в них. То есть, они занимают меньше места, да. То есть, надо купить небольшой земельный участок, построить большой высокий дом и продать в нем большое количество квартир. Опять же, мы понимаем, что там с 90-х годов мы строим такую рыночную экономику. И основным драйвером, да, у нас являются спрос, платежеспособный, да, деньги. И почему строят? Ну, потому что покупают. Потому что у людей есть желание, есть деньги купить недвижимость здесь, в городе Одинцово, в Одинцовском районе. Ну, вы озвучили, что действительно такое мнение, что, да, застройка идет. Но эта застройка в данном случае не всегда хорошо, потому что меняется изначально облик города. Но ведь разве это, в конечном счете, не вектор развития любого действительно развивающегося населенного пункта? Можно даже историческую взять параллель. Любые мегаполисы современные сегодняшние когда-то были небольшими деревеньками с соломенными крышами, потом уже стали чем-то более крупным, потом более крупным, более крупным. В каком-то моменте у того и той же Москвы появились предместия, хотя несколько лет назад Москва сама по себе была не поймете, чем. Вот. А сегодня Москва – это огромный мегаполис, и также Одинцово тянется, тянется вперед, развивается и так далее. Вы абсолютно правы, да. Но надо понимать и помнить, что Одинцово – это очень молодой город. И изначально он вообще не строился и не планировался, не проектировался как большой мегаполис. Да, это все-таки населенный пункт, такой, я бы даже не в обиду будет сказано, придорожный. Вы посмотрите, все микрорайоны, там первый, второй и так далее города, они построены вдоль Можайского и Минского шоссе. То есть, они даже имеют такую форму своеобразную, да, то есть, у нас вот, например, есть даже литерные микрорайоны, там четвертый микрорайон, 4А микрорайон, да, вот четвертый он ближе к Можайскому шоссе, там 4А, там, это уже как бы вторая линия. Вот, соответственно, не было изначально заложено, что ли, планировки большого города, где были бы размещены, не было сделано соответствующего зонирования, да, что здесь у нас, допустим, будут промышленные предприятия, там, здесь у нас досуг и отдых, а здесь жилая зона. У нас в целом Одинцово – это такой спальный пригород Москвы, такая спальня, переночевать, да, с очень большой трудовой суточной миграцией. Поэтому именно близость транспортных путей, она играет, в том числе, ключевую роль, да, то есть, у нас люди ездят на заработок в Москву, да, вот такая вот особенность еще города. И именно она, в том числе, да, подталкивала и разгоняла вот этот строительный бум, да, при этом мы понимаем, что место в Москве заканчивалось, да, а в Подмосковье, наоборот, здесь было развито сельское хозяйство, большие свободные площади, которые в определенный момент стали невостребованы и удачно были использованы для потом многоэтажной застройки. Ну, в частности, например, такой известный микрорайон, как Трехгорка, это микрорайон Кутузовский, Новая Трехгорка, они построены на землях, по-моему, совхоза Матвеевский. Ну, получается, это такой, эдакий экскурс в историю, понятно, с чего мы шли и к чему пришли. Но, тем не менее, сегодня мы же фактически уже имеем, да, то, что имеем Одинцово, это уже как-никак город здоровый, действительно. В нем проживает много тысяч человек, в нем имеется и своя парковая зона, в нем имеются свои спортивные объекты и так далее. То есть, по меньшей мере, создается впечатление, что власти местные не хотят, чтобы люди приезжали сюда поспать из Москвы. Они хотят, чтобы люди здесь жили, отдыхали и так далее. Соответственно, вот от этого, пожалуй, сегодня нужно отталкиваться. Ну, рабочих места все равно не хватает. Так, то есть, нужно создавать. Да, нужно создавать, конечно. Ну, вы правы, говоря, что действительно город имеет право и должен расти. Вопрос только как и куда, да? То есть, если строятся только дома, и жители этих домов не обеспечены социальной инфраструктурой, транспортной инфраструктурой, им не хватает поликлиник, детских садов, школ, да, то сразу мы попадаем в такую социальную яму. То есть, мы стоим в очередях и в поликлинике, и на дорогах, и в детский сад не можем попасть. Я так понимаю, что в данном случае речь идет как раз-таки не только о разгрузке каких-то там транспортных узлов, речь идет вообще именно о социальной инфраструктуре. Вот данную тему затронули. А вот сегодня, если мы отбросим остальной район, поговорим именно о городе Одинцово, насколько вот с теми же детскими садами, больницами, поликлиниками, по мнению общественников, обстоят дела? Ну, мы знаем, что очередь в детские сады была одной из самых больших вообще по Подмосковью в Одинцово. И действительно, там майские указы президента и работа администрации, главы Одинцовского района, они много принесли, и действительно, в прошлом году многие смогли попасть в детские сады. Но, опять же, да, недостаток, он до сих пор сохраняется. И мы получаем регулярное обращение с тем, что дети не могут попасть. И после трех лет, и до самой школы им не предоставляется места в муниципальном детском саду. Хорошо, что сейчас эта проблема действительно вышла на передний план. И сады строятся. Сады строятся с помощью тех же самых инвесторов-застройщиков. То есть на те деньги, которые они получают за квартиры, они строят и социальную инфраструктуру. Но, опять же, вопрос остается в том, достаточно ли это. Достаточно ли строиться для новоселов и для того, чтобы покрыть образовавшийся разрыв за многие годы. Вот с точки зрения общественников, я так понимаю, вы уже наверняка проводите сравнительный анализ того, как с подобными сложностями встречаются и справляются в других районах, в регионах страны. А что можно было бы сделать, кроме как действительно заставить тех же строителей-инвесторов к данному вопросу подключиться активно? Ну, вот эта проблема, она имеет достаточно большую историю. Есть инвестиционные контракты с застройщиками, которые были заключены много лет назад. И по разным причинам они до сих пор не выполнены. И эти контракты, они предполагают возведение большого количества многоэтажного жилья без соответствующей социальной инфраструктуры. И что здесь можно сделать? Здесь можно вернуться к этим инвестконтрактам с точки зрения пересмотра условий и ужесточения социальных обременений. И я бы даже не называл это обременением. Это скорее обеспечение качественной социальной инфраструктуры тех же самых новоселов. Чтобы эта застройка, опять же, была не во вред жителям Одинцова. Ну, в принципе, это довольно логично получается даже этимология этого слова. Они же жилье строят в конечном счете. Опять же, как вы верно заметили, не спальные места, это жилье. А жилье предполагает, простите за тавтологию, жизнь. То есть, там нужны медицинские сооружения, нужны, опять же, детские сады и так далее. Ну, вот вначале я сказал, что все-таки вот этот строительный бум, он является следствием платежеспособного спроса. И сейчас у нас в основном-то строят для того, чтобы продать, а не для того, чтобы там потом люди жили. То есть, застройщик, его работа заключается в том, чтобы минимизировать свои затраты максимально, да, и как можно дороже продать квартиру. А продает он квартиру, в том числе, пользуясь имиджем позитивным, да, в том числе в плане экологии. Иногда в рекламе мы даже видим, как рекламируют социальную инфраструктуру, люкс-класса, транспортную доступность и так далее. Ну, в данном случае мы имеем дело именно с коммерческим интересом организации, а что мы с этим можем поделать? Ну, здесь должна администрация внимательно контролировать застройщиков и следить, чтобы в том числе региональные нормы градостроительного проектирования не нарушались при возведении жилья. Опять же, да, вот мы говорим про какие-то старые контракты, инвестконтракты, они были заключены еще до введения вот этих норм РНГП. И сейчас важно вернуться к ним и посмотреть, что можно сделать для того, чтобы хотя бы приблизить их к существующим нормативам. Ну что же, после небольшой паузы мы поговорим о том, что сегодня уже возводится в городе Одинцово, какие перспективы у данных объектов имеются. А сейчас, я думаю, давайте мы посмотрим материал о том, что, в общем-то, мало возвести, построить, важно еще и смотреть за тем, что мы сделали. Уважаемые телезрители, давайте посмотрим, как у нас занимается благоустройство в городе Одинцово. На повестке дня промежуточные итоги работ по комплексному благоустройству дворов на территории Одинцовского района. В планах на 2016 год привести в порядок 43 дворовые территории. В поле зрения сотрудников коммунальных служб, детские площадки и парковки, освещение и озеленение, информационные стенды и площадки ТБО. Есть так называемый седьмой элемент, который пока не является обязательным, но очень рекомендованным. Это рассмотреть возможность оснащения детских игровых площадок системами видеонаблюдения, так как это влияет на безопасность жителей и на криминогенную обстановку. Все запланированные работы необходимо закончить к первому сентября, напомнил главам поселений Андрей Иванов. По состоянию на 1 августа полностью благоустроены два двора. В Заречье, Лесном городке, Ново-Ивановском горках, Вторых, Жаворонках, в Захарово и Чистцах работы выполнены более чем на 70%. Прошу вас не снижать темп и держать на личном контроле все дворовые территории. И безусловно мы хотели бы уже в августе этого года анонсировать на 17-18 год следующие дворы, которые будут в нашей программе и попадут в благоустройство будущего периода. На совещании было отмечено, что до 31 октября приемка выполненных работ должна быть проконтролирована общественностью. Ну что же, понятно, как убирают дворы, но чтобы дворы появились, нужны изначально, конечно же, дома. Я предлагаю сейчас с Василием Васильевичем, давайте, наверное, с вами мы над этим поговорим. Ваша комиссия довольно плотно этим занимается. А что у нас сейчас вот со строящимися объектами и с теми объектами, которые только запланированы на грядущие годы? Ну, давайте я так вот в продолжение к Андрею. То есть это инвестконтракты. Инвестконтракты, все хорошо, но они подразумевают реконструкцию микрорайонов. Мы все прекрасно знаем, второй, третий микрорайон, шестой, седьмой микрорайон. Все строительство, которое ведется, оно ведется под девизом реконструкции. То есть старые ветхие дома сносятся, там двухэтажные, и возводятся дома 20-25 этажные. Пятиэтажки сносятся. Ну, даже уже и на северной уже сносятся пятиэтажки. Речь идет о том, чтобы избавиться от старых каких-то домов, от хрущевок и так далее, или это действительно реконструкция в виде перепланировки микрорайонов? Вот интересный вопрос тоже. Ведь эта реконструкция, она подразумевает снос морально устаревшего жилья. То есть это не ветхое, не аварийное жилье ни разу. То есть это просто морально устаревшее, просто старые дома. То есть это все сносится, да, и возводится более высокое, более, скажем так, просторное жилье. И мы сейчас продолжим тему, пока примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Калинин Владимирович Дмитриевич, город Абинцово. Вот у меня такой вопрос. Вот построили сейчас там Аденбург, и там была дорожка, генеральская ее звали. Она шла на власиху. Будет ли она восстановлена или нет? Потому что там нельзя сейчас ни пройти, ни на коляске, ни на велосипеде, ни на чем, ни пешком. Потому что на силу это вообще кошмар, что творится. Спасибо большое за звонок. А знакома вам эта лестница? Нет, дорожка знакома. Сам, честно скажу, пользовался ей. Да, и к озеру ходил, и на власиху проходил. Но знаете, на самом деле вопрос довольно интересный. Но я вот не слышал о ней ничего. Вы имеете в виду в плане ее будущего? Да, именно о ее будущем я даже за историю не слышал, и никто не обращался с этим вопросом. То есть, понимая, что там идет бурное строительство, то, соответственно, граждане наверняка прекратили пользоваться этой дорожкой. А вот в будущем, конечно, интересно, в принципе, я думаю, узнаем. Я думаю, это действительно как раз-таки для общественной палаты весьма любопытная тема. Да, интересный вопрос. Потому что люди не всегда инициативны в плане того, что им хочется, чтобы что-то было, но они не обязательно обращаются. Да, ну вот как-то вроде бы дорожка такая, а к душе прилегала. Планировка микрорайона, она там вообще-то подразумевает, конечно, благоустройство, и там будут и пешеходные зоны, рекламируются застройщиками. Нет, ну это они делают. Есть еще микрорайоны, или точнее это деревня у нас, Отрадная называется, есть микрорайон Верхняя Отрадная, есть деревня Отрадная, и они как раз еще пользуются, по-моему, вот этой дорожкой. Там можно пройти. И еще, ведь первый корпус вот Афиадевелопмента, Одинбург, он уже заселен, там уже живут люди. Да, да, да. Хотя строительство там остальных вот этих... Корпусов идет. Да, сегментов идет. Привыкально еще. И эти люди, кстати, они уже и зарегистрированы там, то есть они проживают с регистрацией и прикреплены в том числе к образовательным учреждениям, существующим, девятая школа. И вот как раз-таки обращение, я так понимаю, добросовестная, грамотная работа компании-застройщика. Ну, не совсем, потому что ведь, смотрите, они построили жилье, но еще ни одного социального объекта, хотя обещали поликлинику. А школа, вы сказали только что? Нет, школа, она только... Они закреплены к действующей школе. К действующей. Во втором микрорайоне. Во втором микрорайоне. Сделали дополнительную. То есть они построили пока только жилье и все, и сейчас они уже требуют, чтобы там положили лежачих полицейских, чтобы детям было удобно ходить в девятую школу. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, да. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Николаевна. У меня вопрос следующего характера. Расскажите, что ожидает в будущем микрорайон первый города Одинцова? Поскольку было собрание, что-то обещали по поводу трансфенстроя, вот рассказывала о сносе домов, и что-то все как бы замедлилось в процессе. Скажите, а давно у вас это собрание было? Ну, года полтора, там и назад, наверное. Года полтора уже в шаленый срок, да. Спасибо большое за звонок. Первый микрорайон. Известно что-нибудь? Скорее всего были публичные слушания по первому микрорайону, да, где наверняка обсуждалось, что и как будет, и как это будет в будущем красиво. Но на сегодняшний день как бы у нас, ну, скажем так, в работе общественной палаты, да, то есть мы так прям тесно... У нас есть рабочая группа по реконструкции микрорайона 1.1.А. Действительно, проект этот трансфенстроя проходил публичное слушание, и в числе замечаний там был вопрос поэтажности как раз. Это единственная, по-моему, такая проблематика. Да, и, конечно, там есть старые дома, и люди, конечно, хотят проживать в лучших условиях, но, понимаете, цена зачастую, она слишком высока. То есть ту нагрузку, которую предлагает застройщик на этот новый реконструированный микрорайон, ну, она очень велика. А для него, чем выше этажность там, да, тем больше у него будет средств, в том числе на реконструкцию коммуникации. Но вы говорите, вот, слишком много. Это оценочное суждение именно вот вашей комиссии, предположим, или у вас действительно много обращений от простых людей, которые с вами солидарны? Это оценочное суждение, да. Мы анализировали этот проект, мы смотрели, сколько сейчас жителей в этих микрорайонах проживает. И, ну, в проекте там просто указано, сколько будет проживать по окончанию реконструкции. Но была еще история вот по микрорайону 1А, по бульвару Люба Новосела, по-моему, дом 7, вот этот крейсер. Дело в том, что один из пилотных домов Траншинстрой планировал возвести как раз вот на прилегающей территории к этому дому, 25-этажный дом одноподъездный. И там активные жители, они даже не обращались в общественную палату, они сами пошли в суд и отстаивали свои интересы, судились. И в итоге это строительство не состоялось. Не состоялось, да? Да, кстати, вот... Мы сейчас вернемся к этой теме, примем пока еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый вечер. Меня зовут Елена, я вот с Василием с вами знакома, я по проблеме второго микрорайона. Подскажите, пожалуйста, вот развитие нашего полного недоумения. Мы купили квартиры в Трощинстве доме 15-2 в втором микрорайоне. Мы сейчас не можем прояснить и нашу ситуацию, мы не можем понять, что происходит. С одной стороны, застройщик говорит, что квартира для переселенцев готова, он готов переселить и 40-й дом по-северный, 20-й по-садовый. Вот, администрация не подписывает бумаги на переселение, а мы, в общем-то, со стороны администрации понимаем, что они добиваются от застройщика исполнения того самого ивестконтракта, который и требует переселить еще Жукова-1. Мы, честно говоря, просто не понимаем, мы просто не имеем информации, и мы очень хотим собрать круглый стол с администрацией, застройщикам, чтобы они нам прояснили ситуацию. Что такое? Понятная ситуация, Елена. Ну, если я правильно понял, Василий Васильевич, в общем-то, знаком с этим адресом, это рантект, правильно? Да, это наболевший рантект, который уже, ну, я не знаю, мне, честно сказать, по-человечески не то, что же людей жаль, да, они стали заложниками вот этой недобросовестной, да, сказал бы, как опухоль недоброкачественная. Это рантект, который надо уже удалять, потому что хуже застройщика, честно сказать, не было. Это организация, которая еще пытается диктовать условия, вот, то есть в полном объеме. То есть вот они хотят, вот, мы сделаем вот это только при условии, что вы нам вот это. Это, знаете, как дети в песочнице, ты мне, я тебе, да, и там на самом деле, как бы уже просто вот, и там подвязаны, понимаете, как бы и переселенцы, да, то есть люди, которые должны из этого старого жилья переселиться в свежее. И они же туда же уже и затянули людей, которые приобрели квартиры, да, 15 дом 2, где они там выстроили им два этажа, после очередной шумихи они построили еще этаж, вот, опять еще какая-то шумиха, они там могут еще полэтажа, ну, вот. Обманутые дольщики там уже. Да, понимаете, там уже, как сказать, вот обманутые дольщики, когда, ну, там порочный круг, да, на самом деле. Я понимаю, что ситуация действительно непростая, потому что Рантек там даже наши корреспонденты информационного круга занимаются уже годами, я боюсь. Ошибиться, ну, наверное, да, годами. Но все-таки неужели нельзя вот в правовом поле данный вопрос решить. Уже не давить на них, не ресурс подключать административно, а просто вот банально взять и засудить. Или по какой-то причине это возможности нет. Я могу сказать по практике, да, там засудить, вот, большой объем работы и большой объем невыполненной работы. Работы, которая только частично начата, но при этом же, понимаете, ну, как сказать, вот стоит два этажа пусты, да. Это каркас, они не стоят по факту ничего, но когда продан весь дом. Ну, то есть, чтобы потом найти застройщика, который возьмет на себя эти обременения, ну, знаете, да, прекрасно, что это очень тяжело. Мы помним историю СУ-155, что вроде как бы нашелся человек, который, да, сказал, я сделаю, я выполню обещание, которое понадавал человек, да. А сейчас, когда он уже углубился в этот момент, он понимает, что, а он не может этого сделать. Оказывается, там настолько все много, да, и здесь то же самое. У него, у представителей компании, там, тысяча и одна отговорка. Обоснованная, необоснованная, он людям говорит одно, да, там, администрация говорит третье, да. Вот касаемо там круглого стола, да, этот вопрос не отляжется сразу после эфира. Я пообщаюсь с Максимом Цибуляком, да, то есть, как бы, и примем быстрое решение. Я думаю, администрация в очередной раз пойдет нам навстречу с этим Рантеком, потому что, ну, мы уже, честно сказать, уже не знаем. Ну, я так понимаю, что, судя по последним подобным встречам, администрация уже не занимает позиции какого-то мостика между жителями и, там, дольщиками. Да, они уже конкретно с дольщиками, а Рантект в данном случае один. Нет, администрация изначально была на стороне дольщиков, там, переселенцев, понимаете, то есть, как бы, она не занимала позицию Рантекта ни разу. Еще не было такого круглого стола либо встречи, где администрация района, там, да, там, или города, там, встали на сторону застройщиков. У нас есть еще один звоночек, после этого продолжим эту беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, это я с вами разговариваю, тряпцая Ольга Васильевна. Здравствуйте. Улица Молодежная, дом 40. Ну, мы вас слушаем, давайте поговорим. У нас тут разломали асфальт возле нашего подъезда, уже скоро будет месяц, и никто ничего не делает. Здесь ходить старым людям, не только старым, и с колясками, и с детьми, можно ноги поломать. Ну, ремонтные работы вы имеете в виду, правильно? Ремонтные работы, да? Ну, вообще разломали, ничего не делают. Понял я вас, спасибо большое. Это городские службы просто ведут ямочные ремонты. Да, я даже не знаю, это, скорее всего, комиссия по ЖКХ, правильно? Ну, да, комиссия по ЖКХ, но сейчас, знаете, сейчас, как бы, да, вот период такой горячей поры, так называемой, да, смена там асфальтного полотна, укладка там тротуаров и всего остального прочего рабочего идет. Мы сюда шли тоже, вот по всем этим ямам. Да, вот банально чуть-чуть, но мы прошли все моменты, мы попробовали все, и насыпи, и щебенку, и отсутствие асфальта, да, то есть это сейчас пора такая, ну, наверное, где-то там задержка, ну, обязательно узнаем, да? Я могу пояснить, дело в том, что есть график выполнения этих работ с адресами, правда, этот график, он вынужденно иногда корректируется из-за того, что жители, да, они не убирают автомобили вовремя, там, кто-то жалуется на шум, строители вынуждены опять менять место. Какие-то бытовые местные, локальные. Да, то есть здесь надо просто следить. А есть ли возможность у простого жителя, допустим, вот дома, да, сейчас человек звонил, каким-то образом через интернет или, может быть, здание администрации с этим графиком ознакомиться? В интернете публикуются, в том числе на городских порталах, и, по-моему, он публиковался также на сайте официальной городской администрации. Этим занимается МБУ, по-моему, городского хозяйства, если я не ошибаюсь. Ну, можно туда позвонить. Сейчас у нас, по-моему, да. Уточнить. Точные графики-то у них есть, у них, может быть, машина прошла по, скажем так, половине Одинцова и сняла асфальт, да, а потом они постепенно идут выкладывать. Ну, смотрите, сейчас откровенно звонил пожилой человек, возможно, там какие-то сложности с интернетом совсем, а мы контактные данные телезрители вам передадим, вы, по возможности, свяжетесь, хорошо, поможете? Обязательно передадим, конечно. Возвращаясь вот к теме по поводу засудить застройщика, да, дело в том, что не только Рантек находится в такой ситуации, Рантек, он один из самых худших, скажем так, да, но у нас есть гусарская баллада, да, жилищный капитал. У нас есть и Стройтехинвест, кстати, к нему тоже достаточно много вопросов там возникало, вот по строительству последнего, да, высокого... Было, но вот перебью, как бы, да хотя и Андрей сам не даст, скажем так, слукавить, мы туда как на работу ходили еженедельно, люди, если хотят, они это сделают, и ничего не зависит от того, что там где-то что-то. Но если человек не хочет, его никто не заставит. Да, мы приходили еженедельно, да, Андрей? Да, да. И мы общались с подрядчиками, мы слушали... Мы участвовали в планерках строительных, вот мы присутствовали... От заказчика и подрядчиков. Да, там все были подрядчики, там и слаботочные, и фасадчики, и лифты, все-все-все. И слышали мы полностью все. Кому проплатили, кому не проплатили, кто уже выполнил работу под аванс, кто под честное слово, кому перевели выплаты вообще на самый вперед, который невозможно выплатить, да, так называемый. Но, я могу сказать, люди хотели достроить, да, и они достроили этот дом. Работа шла, в отличие от Рантека? Да, у них, у этой фирмы, как бы, да, было очень таких внутренних много проблем. Внутренних. Ну, если можно, вот данную тему закрыть, у нас, к сожалению, так много времени осталось. По судам можно... Один моментик, прямо вот один. А вот что можете посоветовать на сегодняшний момент именно как общественник, дольщикам компании Рантект, которые вот по этим адресам, ну, застряли? Ну, честно сказать, не то, что не хочу советовать, да, я всегда такой по натуре сам именно стараюсь выжидать, брать паузу, но держать руку на пульсе. Потому что не давать о себе знать – это плохо. Давать о себе знать, скажем так, крика мором, ну, ничего не добьются, тебя не услышат. Ты просто будешь заглушать тот поток информации, да, вот, как это было изначально в той же самой стройке техинвестий, когда там люди били во все колокола, и в итоге слушали шум, но не проблематик. Ну, и дело не двигалось. Да, дело не двигалось, как бы, да, то есть, и, во-первых, то, что они в обратную, они не слышали причины. Ну, я вас понял, Андрей Юрьевич, давайте вот прям последний красный момент по поводу судебных. Тут надо понимать, что все-таки можно, можно засудить там кого угодно, да, вот, не исполняет компания свои обязательства, да, берем, идем в суд, там, и судимся, но надо понимать, что это удар по компании, да, удар по ее финансовому состоянию, удар по имиджу и удар в конечном счете по продажам и по притоку денег инвесторов, соинвесторов, дольщиков, да. И, а без этого притока он не может выполнить никакие обязательства, да, опять же, и кредит такому застройщику никто не даст. Поэтому, конечно, можно там этому рантеку выкручивать руки, но в итоге что? В итоге мы, там, администрация, город останется… Получится, что это удар по самому себе, потому что компания останется без денег и не сможет закончить строительство. Да, вы останетесь, да, вы даже выкинете эту компанию, останетесь один на один с обманутыми дольщиками. Вот в чем дело. Ну что же, Андрей Юрьевич, Василий Васильевич, спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали, довольно актуальную и важную тему мы рассматривали. Надеюсь, что когда в следующий раз мы в этой студии соберемся, уже будет какой-то более конкретный, консолидированный взгляд у общественности, у наших жителей, и, главное, у власти, на вопрос застройки города Одинцова. Спасибо, что приезжали. Приглашайте еще. Обязательно. До свидания. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о городе Одинцово, о том, кто и как его населяет, о том, где пытаются расселить этих людей и насколько это, вообще говоря, хорошо. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели или напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи. Или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова